Здравствуйте, дорогие мамули и детки! Сегодня у нас в гостях наш массажист Артём Витальевич. И сегодня мы ответим на самые основные вопросы, которые возникают у вас при проведении массажа. И первый такой вопрос, который задают всегда мамы, это когда же всё-таки начинать массаж? С какого возраста? Здравствуйте, уважаемые родители! Когда маму выписывают с роддома или если со стационара домой, начинать массаж можно уже с двухнедельного возраста ребёнка. Это мы говорим про, скажем так, домашний массаж, тот, который выполняет не специалист, а непосредственно сама мама или папа. То есть он включает себя в обычный общий массаж, когда ребёнка поглаживаем ножки, ручки, спинку, грудку, животик. То есть ребёнка, скажем так, прикосновением мы стимулируем, расслабляем. То есть приводим ребёнка, скажем так, в состояние более спокойного, расслабленного. Как правило, потому что они зажаты. И вот ещё скажите, Артём Витальевич, иногда спрашивают у нас, какая обстановка должна быть, какие правила при проведении массажа? Первое – это, конечно же, ребёнок должен быть спокоен. Потому что спокойный ребёнок, хорошо выполняет процедуру массажа. Температура. То есть это не меньше 22 градусов помещения, лучше больше, это 24, чтобы было комфортно. Влажность тоже была, чтобы было не сухо. Про саму процедуру. Многие писали в комментариях, почему мы не используем масло. Объясню. Сам массаж включает в себя различное количество приёмов. Это поглаживание, это растирание, разминание, вибрация и движение. Эти пять основных видов именно входят в сам массаж. Самый главный приём в массаже – это само разминание. Когда мы берём мышцу, любую мышцу, на ноге, на руке, на спине, и мы её, скажем так, разминаем. У детей грудного возраста мышечная ткань не так развита, как у детей, естественно, постарше. То есть, когда мы говорим про профилактические массажи, которые проводятся в три месяца, в шесть, в девять и в год, как правило, перед трёхмесячным возрастом родители посещают более узких специалистов. Понятно, к ним приходит педиатр, там какие-то рекомендации делают. Но когда они посещают именно невролога и ортопеда, там каждый из этих специалистов смотрит, скажем так, в свою сторону. И если какие-то вопросы возникают, рекомендации идут выполнять ЛФК и лечебный массаж. Этот уже массаж мамы уже должен выполнять именно профессионал. То есть, это делается либо на базе стационара, поликлиники. То есть, обязательно человек, имеющий медицинское образование в массаже. И ещё скажите, пожалуйста, а в какое время лучше проводить массаж? Один массаж в день достаточно. Смотрите, мама сама знает, когда её ребёнок, какое время, более-менее спокоен и активен. То есть, как правило, ребёнок должен однозначно быть сыт. То есть, если вы покушали, должно пройти не менее часа. И после этого можно выполнить этот массаж. То есть, ребёнок проснулся, вы его покормили. И начинаете с ним, он час прошёл, и начинаете с ним заниматься. Как правило, после массажа дети очень хорошо спят. То есть, как раз до следующего кормления ребёнок будет замечательно себя спать. Замечательно себя чувствовать. И заснёт и будет, как говорится, позволит маме заниматься своими делами. Но в вечернее время лучше массаж, наверное, не делать. Нет, это днём. Это однозначно днём. Потому что, ну, это самое оптимальное. Для ребёнка. Ночью, понятно, нет. Утром мама сама ещё какая. Куда ей массаж? Она пока проснётся. Вот. Вечера, естественно, тоже нет. Днём. Днём после 12. С 12 вот так вот посчитать. Так, 12 до 3, если мы говорим. Так вот. Идеальное время. То есть, час в 2 дня. Замечательно. И ещё, Артём, скажите, а если ребёнок очень беспокойный, вот как здесь быть? Массаж показан, не показан? Вот если мы начали делать массаж, начала мама делать массаж, и вдруг он опять вот начинает кричать, там двигаться, беспокоиться. Прекращаем? Смотрите. Большинство детей на массаже, как ни странно, плачут. Потому что плачь – это ответная реакция на любой раздражитель. Вот вернёмся к этому вопросу, к массу. Значит, так как у детей мышечная масса не растет, мы не используем масло до года. У детей кожа нежная. То есть, мы гладим ребёнку комфортно. Никакое там трение, ничего нет. Если ребёнок плачет, значит, это просто реакция на раздражитель. Ему не нравится, что его трогают. Потому что маленькие детки, они всё познают прикосновением ещё. И когда их трогают, особенно руки массажиста, чужого человека, то есть, неродные руки, почему мы рекомендуем мамам до трёх месяцев именно мамам выполнять массаж, то ребёнок, как правило, плачет. Значит, если ребёнку действительно нужен массаж, он в повышенном тонусе, он по-любому никак по-другому не расслабится. Мы должны выполнять массаж. Но есть один нюанс. Как поступаю я? Мы делаем, допустим, начинаем с ног. Сделали ноги. Ребёнок плачет, истерит, кричит. Мы тогда поднимаем его мамы, успокаиваем, поносим, покачаем, покачаем. Ребёнок по-любому успокаивается, когда вы его вертикализируете. И потом можно продолжить сделать руки. Опять плачет, опять на руки. И вот такими вот отрезками мы, как говорится, проведём всю процедуру, и ребёнку будет комфортно. Спасибо большое. Сейчас мы будем рассказывать о тех движениях, массажных движениях, которые может делать любая мама, начиная с ножек, ручек и заканчивая спинкой, животиком. Всё, а в отдельности массаж для грудничка.